Приветствую вас. Хотел бы начать свой ответ вам. Я с того, что он немножечко обозначил проблему. Во-первых, тот факт, что вы задаете вопрос, говорит о том, что в вашей семье, ваше мнение, в любом случае, есть определенные проблемы. Это, я надеюсь, вы понимаете, что проблемы эти есть. И, по сути дела, решить эти проблемы у вас не получается. И вы спрашиваете нам о том, что ли вам с ними жить. Объективно, если есть проблемы, если решить их не получается, если вы видите вред от того, что эти проблемы не решаются, то жить с таким мужчиной, конечно же, не стоит. Но вопрос заключается немножечко в другом. Почему вы этот вопрос вообще задаете? Почему вы сами не отвечаете себе на него? Что вам мешает? Будем, проблемы есть, определенные есть. Будем, ситуация, там, зашла в тупик. Определенная зашла в тупик. И почему вы самостоятельно не принимаете решение с ним закончить отношения? Ведь это нормальная, естественная реакция. Получается, либо вы не до конца в себе уверены, либо вы чего-то боитесь, либо вас еще что-то останавливало. Про неуверенность в себе хочется сказать, что это определенная такая работа, то есть вам нужно, если вы действительно не уверены в себе, вам нужно работать на лето. То есть для начала. Для начала рекомендую составить такой небольшой план того, какие у вас есть качества. Вот. Какие у вас личностные качества есть, и, значит, как эти личностные качества себя проявляют. У вас проявляют. Далее, постарайтесь подумать, какие эти качества вы считаете негативными, отрицательными, да, и почему. Это вот тоже такой очень важный вопрос. Почему вы считаете определенные свои качества именно негативными, с чем связан их негатив. Далее обязательно постарайтесь определить, насколько эти вот негативные качества являются однозначными. То есть я имею ввиду несут ли они вам какую-то пользу хотя бы иногда. И если если да, если они несут вам пользу какую-то иногда хотя бы, то объективные это уже не такие уж и отрицательные качества. Объективные это те качества, которые составляют вашу личность. И с этими качествами нужно будет милиция учиться их принимать, стараться их принимать и тем самым воспитывать в себе более ценностное, более такое любовное, я бы сказал, отношение. это вот такой на мой взгляд довольно важный момент, о котором я хотел вам сказать. Ну, в любом случае сказать хотел. Далее, но это да, это требует от вас определенных затрат. Затраты от вас требуют как умственных, так и временных, а также для этого необходима определенная доля высидчивости, терпения и так далее. А если вы чего-то боитесь, то это вопрос немножечко другой. Возникает вопрос чего вы боитесь и что стоит за этим вот страхом. То есть то именно за ним находится какие-то обстоятельства, например, какие-то скажем, скажем, допустим, представления может быть о себе у вас могут измениться, если наступят вот эти вот последствия, да, и так далее. То есть здесь нужно опять же понять чего именно вы боитесь и почему. Дело в том, что страх вот он сам по себе он является нормальной реакцией вообще. Но объективно в вашем случае страх может парализовывать. И если вас страх действительно парализовывает, от него нужно избавляться, потому что ничего хорошего вам он не даст. И вот это тоже работа, которую вам нужно проводить с психологом. Далее вы говорите о том, стоит ли вам жить со своим мужем и очень мало информации вы даете. То есть непонятно ни то, в чем проблема, непонятно ни то, что ее составляет, какое отношение у вас к этой проблеме, да, то есть объективно составляет проблему. И соответственно непонятно исходя из этого, как эту проблему тогда решать, если непонятно вообще из чего она состоит. Эта проблема. Поэтому я думаю, что вам нужно обязательно свой вопрос дополнить, резервации предоставить больше, о себе, о вас музе и о том, когда, почему, с каких пор произошла у вас подобная раскладка отношений. Я думаю, что если вы сделаете это, я думаю, если вы как следует озаботитесь тем, чтобы донести всю суть проблемы, у вас это получится, и мы получим полное понимание того, какая у вас проблема, и как эту проблему можно будет вам помочь решить, потому что пока на данный момент слепую отвечать вам как-то не хочет. Надеюсь, вы понимаете. Ну вот. Что же касается буквального ответа на ваш вопрос, то здесь нужно исходить из того, что вам ценно и дорого. Если вы на первое место ставите, например, материальные ценности, то исходить нужно из этого. И в таком случае, если ваш муж допустим обеспечивает вас, то имеет смысл может быть его и потерпеть. Вопрос того, ради чего, но это уже вопрос скорее вторичный. Если вы цените больше эмоциональные отношения, чувственные, то объективно конечно то, о чем вы говорите здесь, даже по этой вашей казалось бы малозначительной фразе уже можно делать вывод, что вы сомневаетесь в том быть с ним или нет, а это говорит о том, что чувства вас прошли на спад, и это значит, что с мужем вам больше так вот как вы жили ранее, жить уже нельзя, и нужно либо что-то менять, если он этого хочет сам либо вам необходимо от него уходить других вариантов, вопросов нет, потому что все они эти варианты так или иначе будут вам вредить, но решать этот вопрос стоит или не стоит, все равно только вам, потому что это ваша жизнь, психолог же может вам только помочь лучше, лучше понять себя, лучше понять то, чего вы хотите, и лучше понять какие-то свои стороны, которые вы сами не понимаете, и вот если с вами просто поговорить, просто что вы например сказали о себе, что вы сказали чего вы хотите, что вы сказали что вам важно, что дорого, что ценно, что интересно, вполне вероятно, что к вам и придет это самое решение относительно того, стоит ли продолжать вам жизнь со своим мужем или нет, но это все равно должно быть ваше решение, а не чье-то другое. На этом все, надеюсь, помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!